здравствуйте дорогие друзья с вами dear space и это или дэнджерос спросите вы почему вчера же не вышло людей что же ты не выложил и там же у тебя по расписанию стоит в принципе вы будете правы но мне есть одно такое оправдание что я стал пока выйдут горизонты думал что выдан горизонты вчера и я сразу же запилю так сказать ролик по горизонтам и выложу его то есть чтобы не выкладывать два ролика все дела да и времени у меня очень мало было вчера на это дело думаю ладно сниму ролик по горизонту как выйдет покажу вам сразу же и все короче но выяснилось что горизонты перенесли на понедельник выход горизонтов бета-тест и горизонты будут сегодня вот сегодня будут горизонты и я решил все равно вам брать я как бы должен одно видео сделать по или дэнджерос и я решил почему бы его не сделать ну давайте начнем значит что же мы будем мы сегодня делать были дэнджерос а делать мы будем такую интересную вещь как я вам расскажу об еще одном способе заработать так сказать денежку были дэнджерос я не знаю он не такой прибыльный как тысячи час мало способов прибыль не фарма этих фарма пиратов в строенных полях но понимаете прикол в том что и когда два раза последний раз летел фармить этих пиратов меня два раза сливе там а то есть и слили причем очень глупо я нападаю на питона там или на анаконду как бы которых я не могу один убить потому что корабль у меня не настолько крутой чтобы убить анаконду или питона ну я смотрю вижу как бы летит анаконду у нее там 20 процентов брони осталось на ю пилит во всю службу безопасности там 5 кораблей до 2 анаконда еще кто-то там до пилит ее я короче начинаю ее атаковать и она сразу переагривается на меня и причем так переагривается что всех стволов фигачат сразу же по мне и все короче каюк и мне каюка и это очень печально потому что это печально и на этом теряешь деньги причем там за дорогой корабль я потеряю там по 500 600 тысяч сразу же за страховку это еще не самая большая хрень которую можете потерять то есть думайте об этом поэтому я решил так пересесть вот на торговлю сначала полетал поторговал нашел какой-то маршрут но он не очень прибыльным оказался по крайней мере если летать на типе шестом потому что у него всего 100 кубов отсека ну да 100 единиц 100 кубов отсека будем говорить 100 кубов грузового отсека и если честно этого мало для такой прибыльной торговли там с одного рейса в один конец получается там 100 тысяч до а назад нечего вести короче вверх маршрут может быть тупой нашел но это было ближайшая ко мне лететь куда-то за 300 400 световых лет и но это долго одна если вы хотите принципе можете найти себе хороший торговый маршрут и гонять по нему как бы и может быть лучше будет прямо этом если я щас тип 7 там возьму или тип 9 сразу то там будет отсек в 500 кубов короче там даже по маршруту где 100000 со 100 кубов будете по полляма зарабатывать за один прыжок можно сказать но раньше бытовал вот такой способ это называется перевозка рарных товаров вам нужно прилететь в систему альтаир система альтаир значит на станцию solarbiter и как бы здесь купить редкие товары сейчас скажу вам свой маршрут полечу по нему не не буду снимать весь полет по маршруту я буду как бы ставить на паузу и вы там уже будете видеть просто на каких станциях в каких системах и останавливать где беру рарные товары куда в итоге их довожу так ну давайте сейчас начнем а значит смотрите прилетайте в альтаир он вообще на самом деле такая одна из центральных систем очень известная а тут еще часто игроки летают кроме раньше летали потому что сейчас этот способ не столь популярен потому что появились другие способы с перевозкой именно контрабанды такие выгодные там из пиратских систем возить контрабанду но это я хотел бы об этом рассказать но надо далеко лететь и к сожалению сейчас возможности такой нету так ну давайте значит прилетаем его в альтаир и заходим значит торговый рынок потребительские товары все как обычно и ищем тут такой товаром будет золотистым выделен это называется редкий товар world альтаирская кожа я ее уже купил я купила 19 штук бытует такое мнение и как бы раньше такое точно было сейчас вот честно мне кажется это убрали что типа если вы купили 19 кожи и тут всего 19 и вы подождете там 10 20 минут рынок обновиться типа и вы сможете еще купить кожу там какое-то количество то есть больше отсек забить свой но нифига подобного я вчера ждал наверно час и потом вообще вышел из игры и вот сейчас зашел и нифига не обновилась то есть вы понимаете нифига здесь не обновляется как бы поэтому не стоит ждать покупаем значит в альтаирскую кожу вообще возить такой маршрут можно на любом корабле то есть на любом корабле где есть по крайне мере ну 30 40 кубометров отсека то есть кобру можете сделать себе как бы вам же не обязательно вести вести только как барарки по факту знаете можно просто рарки вести да вот закупайте рарки вот в этой системе 19 штук на какой-нибудь кобре до как бы которую 19 сек и напрямую летите в конечную систему моего маршрута просто никуда не залетая и просто по прямой как бы до прыгнули прыгнули еще раз зарядились от звезды с топливом опять прыгнули и так далее так как можно вообще-то в полу афк быть знаете там только направлять мышку на то куда прыгать и как бы прыгать и все но у меня другой маршрут чуть-чуть можно как бы игру сразу два варианта используем маршрута берете первую систему и последнюю покупаете в первой системе ведете последнюю систему и и на из последней системы покупаете там тоже редкие товары везете назад в льтаи и так туда-сюда гонять можно вполне как бы заработайте на этом ну я более тяжелый вариант сделал для себя я еще по пути заезжаю в другие системы и забираю там товар как бы я как бы еще честно для себя сам не выяснил что же выгоднее по пути заезжать куда-то еще забирать товары тратить на это время либо а лететь напрямую и гонять туда-сюда потому что заезжание на станции занимает определенное время как бы и и тратит ваше время в принципе и как бы не то что тратит время она требует постоянного контроля то есть вам надо вылететь полететь на станции вообще там будут пытаться перехватить короче нпс постоянно меня перехватывают грузом но я постоянно убегаю по что они нубы и от них убежать не тяжело как бы если вас чуть-чуть корабль хоть не совсем тонкий там и там что-то нормальное стоит на тип 6 летаем там щит хороший стоит хороший прыжковый двигатель и так далее мне понравился тип 6 такой знаете средненький кораблик я думаю когда выйдет киллбэк это короче следующее обновление в 1.5 видит типа модернизация типа 6 у него меньше грузовой сек но у него оружие также как на кобре короче я думаю я его буду на нем летать потому что мне понравился знаете такой контрабандист короче он вооружен может дать по щам и в то же время он круче типа 6 до у него меньше отсек но для перевозки контрабанды самое но на самом деле поэтому буду на нем летать это так на будущее значит смотрите первое значит в летаере покупаем 19 и 100 у нас забита сейчас купили тут маршрута и значит следующий следующая система которая нас интересует значит сейчас карту галактики следующая система это джорджа пантазис сейчас я веду ее вы увидите смотрите для начала ставим быстрые маршруты видите кто-то у вас будет показано сколько у вас тонн отсека забита здесь ничего не меняете ведь у меня 19 он займите и как бы 19 он тут и показано это влияет на дальность прыжка ваша так сказать забитость продуктами ну вот вы видите да ставите не выгодные маршруты а быстрые чтобы он вам напрямую прокладывал и вот и тут джордж пантазис смотрим он проложил туда маршрут не так далеко два прыжка мы до туда долетим как бы может быть а есть смысл а знаете-ка делать покупать в тариже покупать в джорджи пантазисе и сразу же лететь напрямую в в раджукру это конечная система нашего так сказать полета может быть выгоднее то есть тут всего два прыжка не особо париться долетел купил и полетел в раджукру давайте я проложил путь а я сейчас ставлю на паузу и хотя ладно давайте я это не буду на паузу ставить долетим до этой системы своим ходом а потом уже буду каждую систему говорить куда летим ставить на паузу и долетать до туда как бы чтобы вам это все не смотреть и по столу в конечном итоге получается примерно миллион миллион дохода в одну сторону и в обратную еще 500 тысяч примерно ну 300 тысяч будем говорить 500 там там всего обратно уже вы напрямую летите как бы миллион 300 за такую ходочку торговли как получается на любом корабле абсолютно на кобре любом корабле где есть хоть там 30 грузового отсека ну давайте начнем так все выходим запускаем наш кораблик сейчас полетим смотрите еще есть такая маленькая проблема что вас будет пытаться перехватывать первое правило если вы на торговом корабле не вздумайте сражаться с теми кто вас перехватывает берете всю всю энергию вообще на трагогами держите всегда на на движках и на щите потому что но это логично ваш пушек то нету зачем вам энергию держать также советовал бы вам поставить типа отводную катапульту потому что она сбивается вас цель есть не ошибаюсь да если вы его пускаете вас как бы тоже сложнее в цель становится брать потому что как бы она у ее кармане почему я постоянно когда летаю на запись конец вырезаюсь ну да ладно она как бы убирает у вас смотри давайте покажу видите у меня 29 процентов энергии я использую теплоотводную катапульту энергия уменьшается даже замерзать начинает то что такое теплоотводная катапульта это чтобы если вас хотят гопнуть и вы перегрелись там все полностью вас там банки счета используйте они греют корабль вы используете плода до катапульта он выводит тепло все из корабля и как бы получается вот такая вещь то есть потом накопляется со временем но как бы это нам не мешает ну вот в общем сейчас мы прыгнем туда как бы да не договорил что мы делаем если нас пытаются мы напрямую летим на форсаж от корабля просто когда пока крылась откатывается наш прыжок вот здесь сбоку будет такая типа ну откат прыжка сразу прыгаем ну не прыгаем именно между системой переходим гипер крейсерский режим как бы там уже спокойно улетаем то есть не сражайтесь не потому что они достаточно мощный и если у вас нет пушек они вас быстро разберут короче поэтому не стоит так ну сейчас будет прыжок вы кстати еще ни разу не видели у меня прыжка вроде между системой один раз видели да лак произошел за то что камеру врубил самый последний момент из-за этого вы не видели прыжка прыжок достаточно красиво сделано типа такие эти туманности всякие прилетаете кстати прыжок дальность вот этой анимации зависит от двух явлений как я выяснил от быстроты вашего компьютера от расстояния между системами и вроде от типа вашего корабля не знаю как это но почему-то на кобре у меня эти всегда анимации проходили быстрее чем на типе шестом на типе что мега между некоторой системы бывает по минуте я так лечу короче это это долго это увеличивает ваше время нахождения так сказать вообще космосе помянуть и это все таки да это не очень круто поэтому не знаю зависит это или не так просто совпадало но мне кажется что зависит если вы знаете напишите в комментариях ну так же хочу сказать спасибо за ваши лайки мне очень приятно что вы вам нравится то что я делаю так летим вот видите тут 12 и 6 световых лет так чай туплю там господи это я мощнее на станцию летим мы должны прыгнуть косяк косяк ну вот сейчас прыгаем в следующую систему принципе ведь и без залета на станции все очень быстро происходит можно даже только вылетели дождались отката там секунд десять и сразу прыгнули но главное ставить заборчик топлива иначе какой-то момент у вас кончится топлива и много вам надо будет залетать на станцию это тоже занимает время если еще там нет станции в этой системе ух как вам весело будет умирать или ждать какого чувака который с вами поделится топливом так долетели мы до джорджа пантариса и нужно нам нужно ближайшая станция которая на к нам находится это замка платформ замка платформ господи летим на замку платформ и как я долечу до туда сколько там у нас а близко забейте сейчас пристыкуемся издача я уже буду на паузе все это делать просто мы будем лететь я буду говорить какая система чтобы не купить на какой станции ставить на базу долетать до станции покупать и так далее господи мимо пролечу скорее всего надо будет разворачиваться до печалька 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 так ну вот вы поняли что это достаточно долго времени занимает извиняюсь пожалуйста за мой телефон который зазвонил было неожиданно забыл у него звук выключить прошу прощения не знаю слышали ли вы мне он не такой громкий но должны были услышать скорее всего но к сожалению это такая вещь как сами понимаете вот меня перехватывает смотрите момент перехвата идет и меня перехватили вот сейчас как раз и увидите это видите сзади уродский копник я при этом твоя станки космоса мне говорит игру пошел в жопу короче и начинаю от него убегать вот у меня стреляет я максимально использую свой так сказать форсаж и пытаюсь уйти жму прыжок он начинает накапливаться ведь он долго накапливается это из-за того что этот корабль слишком близко ко мне вот видите я достаточно далеко от него отошел нам перестали гравитационные помехи мешать от его сигнатуры и я стал быстрее быстрее заходите в арпрежим все такие гопники часто встречаются это пираты они видят что они во время полета в гиперкруизе вас сканируют видят что у вас отсек забит дорогим хабаром и пытается вас скопнуть это логично в принципе и как бы понятно все так что думайте о том что вас будут пытаться поймать а если вас поймает это будет печально как бы сами понимаете поэтому не скупитесь ставить деньги на хороший щит потому что это важно и на хорошие бустеры ну на хорошие двигатели выходим значит из прыжка ну из гиперкрейсер ского режима уже жду не дождусь когда будут эти гребаные горизонты так нам с другой стороны дайте собору где вход всегда для меня проблема являлась облетим так всегда для меня ли являлась проблемой определить его станции вход и он скорее всего с другой стороны давайте сразу полетим так ну в общем такая короче вещь давайте сейчас не врежусь в станцию так тормозим запрашиваем разрешение на стыковку так таким макуа скандин сейчас остыкуемся я покажу что здесь закупить и уже буду ставить сразу на паузу так нам нужен седьмой ангар отсек так вот он седьмой ангар выпускаем шоссе хи мы пролетели мимо ну как обычно в общем неудивительно блин хочу себе джойстик нормальный летать на джойстике я с мышкой уже принципе привык и проблем не составляет так давайте покажу вам что купить и покажу как у станции какая станция следующая покупаем здесь рарные товары это у нас пентанские молитвенные палочки и 12 вот видите покупаем все что есть и следующая система на нашем пути это у нас здесь и здесь и короче как какой-то рэпер я не знаю так покажу вам сейчас куда лететь в зизе также все делаем вводим тут смотрите будьте внимательны господа зизе так также я выложу весь маршруту в описании к видео о зизе и это вообще соседняя система летимые летим мы в нее и я ставлю на паузу так ну вот дорогие друзья в системе зизе и зизе и нам нужна станция никого николей николей рхан хенджер вот вы видите я на ней сейчас николей рхенджер здесь мы должны будем купить что-то типа какого-то там муравьиного меда господи муравьиный клей вот две штуки всего конечно можно попробовать подождать может быть еще появится но я не уверен поэтому не стоит покупаем и улетаем следующая станция по нам в нашем списке это 39 таури сейчас я ее вам виду и покажу также помните о том что все в принципе будет в описании да но со станциями и так далее из какие какие там продукты будут продаваться продукты думаю не стоит достаточно станции по что и вы ни с чем не спутать им давать карта галактики и 39 таури 39 таури надеюсь правильно ввел вроде правильно да и вот она у нас прокладываем к ней маршрут и летим и я ставлю на паузу пауза так вот дорогие друзья мы прилетели на следующую станцию это у нас станция порта система 39 таури значит тут мы должны покупать колокольчики стильца да я как-то упустил момент не сказал в чем смысл то всех редких товаров чем дальше вы увозите от места назначения от места там где вы купили тем больше не растут цене то есть я их везу как бы по пути закупая еще товары везу в дальнюю систему где тоже есть редкие товары чтобы вылететь назад так покупаем эти колокольчики подтвердить так и следующая система принципе гуру если вы летаете на кобре на вот этой системе вы уже можете закончить и смело лететь в так сказать в раджукру потому что в данный момент у вас уже кончится грузовой отсек так ну давайте следующая система которая нам нужна для тех кто летает допустим на торговом корабле допустим на типе шестом как я это фу джин фу джин значит давайте я крой карту галактики и покажу вам фу джин так фу джин 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 блин почитал сейчас короче описание этих товаров такой угар гребаный вы себе не представляете так ну вот один прыжок и и я ставлю паузу так дорогие друзья вот следующая станция фу джин и это футен спейспорт здесь мы должны купить фудзинский чай фудзинский чай фудзин это набор чаев из местных растений трав лекарственные свойства сравнимые или даже превосходят такой лучших синтетических лекарств короче прикольное описание у этих всяких товаров покупаем все что есть тут 7 штук всего покупаем подтвердить все купили значит следующая станция которая нам нужна это у нас это у нас баст значит смотрим сейчас я найду вам ее как обычно смотрим баст значит тран транзакции так хрень 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 туплю туплю так скоро уже должны кстати выйти по времени горизонты горизонты не дождусь их баст станция баст это у нас о как далеко находится ну ладно я ж эй взял на хулиганил сейчас будет возить блин так выход еще раз сделаем иначе он будет все что где все станции показать где есть баст он сначала показывает самое приближенное к тому что мы написали а потом уже начинает возить по всему остальному вот летим баст 60 световых лет ну да ладно погнали пауза так и вот мы на предпредпоследней станции значит это станция hard station системе куда мы летели система это у нас баст системы баст станция hard station запоминаем здесь мы покупаем настойку из бастетовых змей в общем ну кто-то взял бедных змей я сделал их бастетовыми а потом убил и сделал из них настойку в общем не знаю почитайте описание ну как всегда угарно так ну давайте покупаем тут все четыре штучки подтвердить и следующая система у нас предпоследние это система каунан каунан а сейчас мы полетим у нее так у нас штрафы есть а можно ли нам их оплатить давайте посмотрим это я что-то нарушил хулиган такой и из-за этого теперь штрафа висят контакты державы нифига нельзя заплатить это надо лететь на станции альянса федерации и так далее заправляемся не забываем заправляться на станциях народ потому что и вверх если у вас не стоит модуля как-то от вас кончится топливом будет очень впадло лететь на ближайшую станцию а во вторых даже лучше заправиться на станции чем потом заправляться от звезд если у вас стоит слабый заправщик то долго пройдет вам висеть около звезды чтобы с нее топлива заправлять так она поехали карту галактики открываем и вводим название это предпоследняя система нашего пункта назначения каунан каунан и сейчас мы ее найдем вот она прокладываем в нее путь и и все и ставим паузу ждем так дорогие друзья возникла небольшая проблемка прилетела значит в каково каунан да и походу кто-то спер станцию с редкими товарами серьезно вроде я здесь прошу раз закупался а сейчас что-то не могу найти уже третью станцию влетая больше что-то нету может конечно на мне не просканирована но это глупо потому что я вроде тут покупал товар но вот летаю не могу найти не знаю в чем проблема хоть убейте поэтому давайте так мы пропустим эту станцию из нашего списка станций и сразу полетим в раджукру ну к сожалению вот так вот кто знает где в кауна не редкие товары покупать напишите и блин это я что-то вообще как-то странно это все давайте в раджукру проложим маршрут раджук думаю он так найдет да нет это и ягуар какой-то дать еще проложим и еще куда же у нас кинет раджукру вот видите прокладываем маршрут в раджукру и радуемся или тем раджукру и все я наверно ставлю паузу на этом причем раджукру покажу сколько получилось а денег а и мы на этом закончим как бы наше видео ну вот к сожалению так не знаю куда в кауна не делась станция с редкими товарами может быть там что-то пофиксили и теперь на основной станции не они не продаются кто знает напишите в коментах мне самому интересная если честно не врубаясь что что произошло ну так все так дорогие друзья вот мы прилетели в раджукру сейчас я стыкую со станции пока поговорю с вами главное смеем у нее не проскочить ну так вот в общем такая вот схема ой блин прилетаем в раджукру продаем тут все что мы сюда привезли в раджукру закупаем редкий товар и везем его назад напрямую в вальтаир откуда мы начинали как можно в принципе еще по пути заезжать или какой-нибудь просто товар обычный с собой захватить если вы тяжелый корабль а можно не захватывать я не захватываю и лечу напрямую просто вальтаир и не парюсь как бы ну быстренько так знаете прыжками только для того чтобы так делать лучше наверно поставить с собой заборник топлива потому что вы будете напрямую лететь то будете тратить достаточно много топлива а потом залетать на станцию посередине где-нибудь за два прыжка до альтаира чтобы пополнить запасы будет глупо на мой взгляд поэтому видите станции все разные в элите много разных видов есть станции я недавно видел и летел и летел видел обычную квадратную станцию с такими гигантскими палками прикрепленными по бокам то есть обычно вот эта станция которая многоугольник и короче и у нее какие-то непонятные были конструкции прилеплены сбоку непонятно для чего это так странно выглядело они еще крутились я это заснял может быть выложу когда буду видео про исследование делать скоро вот собираюсь на после горизонтов куда-нибудь полететь солнечную систему хотел бы слетать во время бета горизонтов сесть на марс на луну и так далее прикольно было бы горизонты выйдут полечу туда господи что же такое слепошара то что происходит господи я еще и нарушил вот что значит называется с вами говорить нарушил правило прилетел в эту зону без запроса о стыковке сейчас происходит штраф платить ну он маленький в принципе но все равно неприятно Так, 5 секунд ждать надо. Давайте подождём. Так, всё. Привилегии на стыковку восстановлены. Полетели. Стыковаться со станцией. В общем, такая вещь. Своеобразная. То есть, бывает забываешь и глупо получается. Так, жмём. Значит, смотрим, куда нам там приземляться. 18-я площадка, вот она. Ну, давайте, сядем сейчас на неё аккуратненько. Выпустили мы шасси. Есть такая прикольная программа. У меня она не настроена. Называется она Voice Attack. И есть специально для элиты дополнение, называется Astra. Может быть, кто-то видел. То есть, вы её если настроите, то у вас будет такой бортовой компьютер, который будет, в зависимости от ваших команд, делать какие-то определённые движения. Там, включать прыжок, запускать двигатели, там, менять, там, выпускать оружие и так далее. И, в общем, ну, можно с ней достаточно прикольно. Господи. С ней достаточно прикольно. Можно всяких тем сделать. То есть, это Voice Attack и голосовые всякие команды. Делает человек отдельный. Они, к сожалению, на английском, но вроде собирается скоро на русском сделать. Будут, ну, русский голос, её будет звать вроде каким-то именем, типа, Людмила. Бортовой компьютер Людмила. Ну, короче, вы поняли. Это будет очень угарно. Так, давайте зайдём в службу космопорта. Я на ту станцию прилетел или нет. Это вот система Раджукру наша, окончательная остановка. Значит, и здесь мы... Так, сейчас посмотрим, продаётся ли здесь редкий товар. Да, вот, мультипечи Раджукру. Мы давайте их потом закупим. Это вот то, что вы назад в Альтаир повезёте. Смотрите, ну, давайте начинаю продавать. У нас же миллион семьсот. Давайте округлим. Миллион семьсот, сколько у нас там получится? Значит, продаём сначала вот это всё. Так, миллион семьсот семьдесят. Значит, миллион девятьсот. Так. Значит, уже... Значит, триста тысяч. Пятьсот тысяч прибыли. И плюс ещё триста. То есть, восемьсот. Ну, восемьсот, да. Это из-за того, что косяк с этим произошёл, что я что-то... Ну, один товар не закупил. Может, я систему перепутал? Ну, какой-то косяк. В общем, я точно не могу сказать, в какой системе я покупал последние редкие товары. Вроде это было Ромулан, или как он там назывался. Ну, как выяснилось, нет. Либо их оттуда убрали, не знаю. Ну, в общем, вы смотрите. Было миллион семьсот, стало миллион пятьсот... Два миллиона пятьсот шестьдесят пять. То есть, восемьсот примерно тысяч прибыли. И ещё назад мы полетим, купим эти печи, и ещё там двести тысяч прибыли получим. Покупаем эти печи и летим назад в Альтаир. То есть, ну, вот такая вот тема. Не самое выгодное дело. Ну, кому нравится торговать, но в то же время он пока не может именно возить нормальные грузы, можно вот покопить деньги таким способом. Купить себе тип седьмой, это вот этот вот кораблик, не знаю, есть ли он тут, давайте посмотрим. И уже возить между просто одной станцией, там, одной системой возить куча грузов. Вот, давайте, 420, 104 тонны, но тут по факту будет 200 тонн примерно, 250 тонн. То есть, даже если вы будете со ста тонн получать прибыли 150 тысяч, то 300 тысяч за один прыжок это нехило. То есть, как бы, кто хочет, 17 лямов накопите таким способом, или там можно помочить небес в астероидных полях. И купите себе торговый кораблик, вот такой вот, можете, я его потом как-нибудь тоже прикуплю себе. И просто будете уже гораздо выгоднее всё это делать. Также там есть такая тема с рабами, с миссиями на рабов. Так, но тут ещё проблема, как бы, некоторые, допустим, прикольные миссии на торговлю, на перевозку рабов даются, только если у вас определённый ранг прокачан. Видите, у меня торговый ранг агент, да, а торговый ранг поднимается за продажу товаров, за выгоду, которую вы получаете. Поэтому возить рядкие товары, в принципе, достаточно выгодно, как бы, с выгодой. То есть, в зависимости от выгоды, которую вы получаете, вы поднимаете себе ранг. То есть, ну, достаточно прикольно. Так, ну, на этом, наверное, мы закончим. Следующее видео по элите будет уже о горизонтах. Ещё раз прошу прощения за то, что вчера не вышло, потому что, ну, к сожалению, не получилось. Я думаю, выйдут горизонты, я сниму сразу горизонты, и вот так вот будет. А в итоге вышло, как всегда, короче, через одно место всё. Поэтому извиняйте. Ну, давайте, народ, всем пока, подписывайтесь, ставьте свои комментарии, оставляйте, ставьте большие пальцы вверх, и до скорых встреч. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok